Люберчане продолжают собирать гуманитарную помощь российским военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в ходе спецоперации на Украине. Очередную партию упаковали и готовы отправить на Донбасс. Очередной гуманитарный груз формируют в офисе Люберецкого отделения Союза женщин России. Несколько сотен упаковок минеральной воды, коробки со сладостями и предметы личной гигиены. Мы не можем остаться в стороне. Те ребята, которые принимают участие в спецоперации на Украине, мы женщины, мы хотим их поддержать добрыми словами и небольшими подарками. К сбору гуманитарной помощи подключились люберецкие депутаты и предприниматели. Безусловно, мы должны поддерживать наших ребят, которые находятся на передовой, сегодня участвуют в спецоперации. Также мы поддерживаем жителей ДНР, ЛНР, мы единый народ. Московский региональный союз потребительской кооперации уже не первый раз принимает участие в благотворительной акции. В подмосковный госпиталь, в котором проходят лечения военнослужащие, предприниматели уже доставили телевизоры и кондиционеры. Сейчас закупили продукцию для российских военных на Донбасс. В каждую коробку положат письма, детские рисунки и поделки. Акцию «Напиши письмо солдату» в Наташинском парке провели по инициативе участницы клуба «Активное долголетие» Марии Сидоровой. Собрали вот такие вот подделочки от детей, которые сами делали, старались очень, сидели с мамами, с папами сидели, делали. И писали письма. Многодетная мама со своими детками рисовали рисунки, очень старались. Детки прикладывали свои ручоночки. Благотворительная кампания в округе продолжится. В ней может принять участие каждый. За подробностями нужно обратиться в Люберецкое отделение «Союзы женщин России». Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.